В 1881 году царь Александр III посетил императорский спектакль. И перед царем предстала картина ужасающего запустения. Жалкий спектакль, декорации обветшали, костюмы все износились. И этот спектакль по уровню, конечно же, никак не соответствовал роскошному императорскому двору. А директором императорских театров в те годы был барон Карл Кистер, который вел режим строжайшей экономии. Не отпускал средств на новое оформление, на костюмы. Барон Кистер тотчас был уволен, и на место Кистера был назначен Иван Александрович Всеволожский. Это был настоящий аристократ, представитель знатной русской фамилии, восходящей еще Крюриковичем. Он занимался дипломатической работой, много лет работал в Париже и обожал Францию. Иван Александрович был настоящей творческой личностью. Он был очень незаурядным художником. Он создал эскизы костюмом 25 балетам. И за время своего директорства успел сделать очень многое для обновления русской сцены. Во-первых, в 1982 году была отменена монополия императорских театров, чем сразу же оживилась театральная жизнь России. Начали публиковаться очень интересный театральный журнал «Ежегодник императорских театров». Ему удалось повысить авторские гонорары и оклады артистов. Все это как-то оживило дирекцию императорских театров. Иван Александрович был автором очень едких, очень талантливых и узнаваемых карикатур. Подчас герои этих карикатур, изображаемые лица, страшно гневались и становились врагами Ивана Александровича Всеволожского. В нашем музее хранится макет декораций премьерного спектакля «Спящая красавица». Партию Авроры на премьере исполнила итальянская балерина Карлота Брианца. И здесь вы видите ее балетную туфельку. Пройдет всего два года, и в 1892 году на сцену в партии Авроры выйдет Матильда Кшесинская, которой предстояло изгнать всех итальянских блестящих техничных балерин с русской сцены и занять особое положение в нашем театре. Вы видите костюмы из премьерного спектакля «Спящая красавица». Вот в этом костюме герцогини вышла совсем юная Матильда Кшесинская, но эта роль такая кордебалетная, даже меманса. Вскоре она оденет изумительный красивый костюм по эскизу Всеволожского, костюм для Авроры. Перед вами два костюма из коронационного спектакля «Жемчужина», который был поставлен в Москве в честь коронации Николая II и его жены Александры Федоровны. Все костюмы к этому балету создал Иван Александрович Всеволожский. А эти два костюма – это костюм «Жемчужины», и второй костюм представляется мне чрезвычайно интересным и талантливым по решению. Это костюм для персонажа царя кораллов. Мы особенно благодарны этому человеку за его влияние на творчество Чайковского. Именно Всеволожский предложил Чайковскому написать оперу на сюжет «Пиковой дамы». Он же посоветовал ему написать оперу «Иоланта», написать балет «Щелкунчик». И Петипа посоветовал обратиться к молодому тогда композитору Глазунову и поставить балет «Раймонда». Что касается «Спящей красавицы» этого гармоничного и совершенного русского балета, то Всеволожского можно с полным правом назвать соавтором этого балета. Мы знаем, что Чайковский был страшно удручен тем, что его балет «Лебединое озеро» на премьере в Москве не имела успеха. И он поклялся никогда в жизни больше не писать балетной музыки. И вернул Чайковского к балетному жанру именно Иван Александрович Всеволожский. Он был автором «Лебретто. Спящей красавицы» и автором эскизов костюмов. И этот роскошный спектакль был показан впервые в Мариинском театре 3 января 1890 года. Все материалы для оформления костюмов были доставлены из Франции в самой дорогой монофактурной фабрике Европы из Леона. В 1899 году Иван Александрович Всеволожский сам подает в отставку. Отставка была принята, и он был назначен директором Эрмитажа. И эта должность показалась ему значительно спокойнее, чем директор императорских театров. Он писал, когда Тициановский Мадонна или Мадонна Рафаэля пересмещают с одной стены на другую, никто не рыдает, никто не устраивает истерик и слез. И, уходя с должности директора императорских театров, Всеволожский посоветовал назначить на эту должность после себя своего племянника, князя Сергея Михайловича Волконского. Но о нем разговор в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok